Всем привет, и снова рубрика обзор дилетанта, рубрика в которой я обозреваю технику купленную мной для хозяйства. И сегодня у меня в обзоре технический фен борт BHG2000LK. Как все это круто звучит? Борт Hitgun für Heimwerker und Profi. То есть для домашнего хозяина и для профи. Ну для профи я сомневаюсь, чуть позже объясню. Ну, коробка стандартная, 2000 ватт, 5 скоростных режимов, цифровой дисплей и греет от 50 градусов. Тут пишут международную гарантию борт, но что-то я сомневаюсь, что эта техника существует в каких-то других странах, помимо постсоветских. Ну и стандартная гарантия для борта 5 лет. Но если техника, конечно, выживет 5 лет. Ну, как видно, коробка абсолютно стандартная. Ну, здесь немножко технические характеристики. Работает от сети 220-240 вольт. Потребляемая мощность 2 кВт. Здесь есть два режима работы. Значит, первый режим это минимальный 50 градусов и 250 литров в минуту. Второй режим это регулируемый от 50 до 650 градусов. Мы еще проверим, сколько градусов. И от 250 до 500 литров в минуту. Весит данный аппарат 800 грамм, что, в принципе, неплохо. Ну и здесь перевод на русский. Ну, впрочем, то, о чем мы с вами и говорили. Тут прикольно то, что и на немецком написано. Geisluft Gebläse. Hitgun на английском. Ну, ладно. Это уже другая история. Ну что, распаковываем. Ну, коробочка из такого дешевого пластика. Я думаю, пару ударов выдержит. Ну, если постараться, то коробка слегка сломается. Я как-то проверить не хочу, так как я это купил за собственные деньги. Как бы портить свою собственную технику тоже как бы неправильно. Открываем. Ну, зашелки, в принципе, неплохие. Здесь у нас вес набор. Скребок для краски. Опять же, скребок с ручкой. Ручка где-то здесь, я предполагаю. Вот она. То есть, это сюда прикручивается как-нибудь. И все это зашкрываем. И всеми этим зашкрываем старую краску. Опять скребок, скребок. Тут такое направляющее потока воздуха. Наверное, для того, чтобы разогреть какую-нибудь пленку. Ну, и опять же, и другое направляющее, чтобы сконцентрировать поток воздуха. Ну, как-то так. Ну, на мой взгляд, это для этого. Если у вас есть другое мнение, то пишите в комментариях. Ну, это гарантия. Фен куплен в интернет-магазине. Здесь могла быть ваша реклама. И переходим к самому фену. Уберем набор в сторону. Пластик на вид очень качественный. Ручка прорезинена. Не знаю, как долго продержится эта резина и не отвалится. Но, в принципе, неплохо. Но здесь не резина, правда. А, опять же, пластик. Ну, да. Пластик, пластик, пластик. Везде пластик с такого же качества. Но... Ну, и здесь резина. Выключатель, значит, первый режим, о котором мы говорили, самый минимальный. Ну, наверное, это режим холостого хода. Если, в принципе, мы что-то там прогрели на втором режиме, то переключаем на первый режим. И у нас, чтобы не остыл фен, как бы будет работать на минимальных, так сказать, оборотах. Ну, это так выключим. Кнопочки. Кнопочки, в принципе, качественно нажимаются. То есть, я не думаю, что за один год работы они как-то быстро отвалятся. Или перестанут нажиматься. Ну, хотя я знаю таких людей, которые, как бы, что не давай им в руку, и они сразу сломают на первый же день. Ну, и еще мне нравится такой форм-фактор, потому что, в принципе, если он нам не нужен временно, то его можно вот так вот, оп, и поставить. Или, допустим, так поставили, и что-то там греем сверху. Ну, как-то так. Кстати, здесь мне очень понравился провод. В принципе, провод очень похожий на провод, который идет с техникой Makita. То есть, он не пластиковый, а такой резиновый. То есть, кажется, долго он и продержится. Но это уже потом, позже посмотрим. Так, разбираем все это, скручиваем. Итак, освобождаем провод, и подключаем фен. Так, включаем первый режим. Так, что у нас с фокусом? О, все хорошо с фокусом. Ну, значит, как видно, это кнопочка для уменьшения температуры. Здесь прибавление температуры, здесь уменьшение скорости обдува, здесь увеличение скорости обдува. Включаем первый режим. Ну, как видно, здесь уже минимальная скорость. Во, минимальная скорость, минимальная температура. На первом режиме, я подозреваю, что нельзя увеличить температуру, ничего отрегулировать, согласно инструкции, что там была указана. Переключить, ну, помимо, конечно, скорости обдува. И, кстати, имеется еще подсветка экрана, что очень удобно, если работаем в каком-нибудь плохо освещаемом пространстве. Так, значит, второй режим, это с регулировкой температуры. О, а здесь уже, кстати, запоминает выставленную ранее температуру. Здесь показывает, я думаю, актуальную температуру на нынешний момент. Сейчас, кстати, и проверим, насколько правильно показывает эту температуру. Так. Главное, не направить его близко, ни на кого, и вдали от всяких пластмассовых и легко сгораемых предметов. О, 600 градусов. И загорелся красным, наверное, свидетельствуя о том, что мы достигли нужную температуру. О, какой горячий. Сейчас проверим, насколько это все правильно показывает. Значит, включаем обратно режим холостого хода, 50 градусов. поставим вот так вот и подносим градусник. А градусник у нас вот такой вот. Сейчас у нас 25 градусов. Подносим и смотрим, как будет увеличиваться температура. напоминаю, у нас стоит 50 градусов. Так, 48, 49, 50. Ну, все, правильно, в принципе, все показывает. 50 градусов. И видно, кстати, как он регулирует температуру, то есть 51, чуть-чуть превышает, потом сбавляет снова температуру сам. В принципе, так и должен работать фин. А теперь увеличиваем температуру до 250 градусов. А почему именно до 250? Потому что этот градусник показывает максимум 250 градусов. Значит, увеличиваем температуру. Ой, так, второй режим. Выбираем 250 градусов. Вот, 250. Ставим фен и снова измеряем. Так, 184. Угу, интересно очень. А тут показывает, что он уже достиг 250 градусов. Ладно. Увеличиваем скорость обдува. Может, как-то это поможет нам. О! 230, 235, 40, 42. Давай, давай, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. 45, 47. 48. Ага, чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ага, 49. Давай. А теперь осталось проверить и 600 градусов. Каким образом? Чтобы меня было слышно. термоусадка для проводов сужается при температуре 600 градусов. Сейчас принесу термоусадку и проверим. Значит, вот 600 градусов. Ждем, пока фен достигнет 600 градусов. фен, его очень удобно держать. Я, как бы, всегда скептически относился к технике борд, но этот фен, в принципе, очень даже достойный аппарат. Этот фен со скидкой мне вышел в 30 долларов. А так, сейчас его можно найти за 50 где-то 45 условных единиц. Все, достигли 600 градусов по версии фена на минимальной скорости. Сейчас посмотрим. О, как хорошо покраснел. Значит, вот у нас кембрик. Смотрим. Ну, в принципе, да. Диль, 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 оп, все. Но 600 градусов здесь есть. И этот фен прошел все три испытания. На 50 градусов, на 250 и на 600 градусов. Ну, по крайней мере, кембрик сужался при режиме 600 градусов данного фена. Это был обзор дилетанта на фен борт BHG 2000 LK. Спасибо огромное, что посмотрели это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, посмотрите другие видео в канале. Всем огромной, огромной удачи, хороших покупок и пока. видео.